Вот. Ну и сейчас вот пока у меня как бы как получается отдых. То есть вот уже хочу что-то найти другое. Но вы уволились? Да, да, да. Все, я уволился. Значит эта виза ваша закрыта. Как только вы уволяетесь из компании, мы обязательно должны закрывать визу. Это значит, что ваша виза будет закрыта обязательно. Так все равно же будем делать литовскую визу. Литовская виза, понятно. Да, 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 литовская виза будет. А у вас офис где, в Каунасе? Да, в Каунасе мы находимся, правильно. Угу, понял. А еще там, у вас только тенты, да, я так понял? Да, у нас мерседесы, да, фиденты, машины все новые с 2019 года. Сейчас как раз еще машин 2022 года покупаем 800 машин. Парк у нас большой, больше, чем 2000 машин. Я вот две каденции работал на дафе. Ну, как бы даф, я уже к дафу привык. Да. То есть, а... Ох, да вы знаете, получите дафу. А там можно, да, вот так, ну, чтобы попросить, чтобы мне такой же даф? Да, 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 конечно, да, есть водители, которые привыкают уже к дафу, и они просто чтобы дафу получили, да, без проблем, конечно. Так, и что от меня нужно? От вас нужно так, паспорт водительский права с двух сторон, водительская карточка с двух сторон. Тогда, если у вас от Хегельмана еще остался ваш договор, ну, как рабочий, это трудовой договор, да, можете прислать, это будет, ну, как и рабочие... У меня красная бумага, там копия есть, красная бумага. Ну, хорошо, да, да, можете прислать эти все документы, и просто вы можете уже сразу звонить в Литовское посольство, стать себе в очередь для получения визы. Вы как только будете знать дату, когда вы уже идете в посольство с паспортом для подачи визы, вы мне просто звоните, говорите, Индра, все, я получил уже, ну, когда, ну, эту дату. Я вам высылаю все документы, которые нужны для визы, высылаю вам все документы по вайберу, потому что оригиналов не нужно, вы их знаете как. И идете подаваться на визу, получаете визу, тогда сразу к нам Литву. Зарплату я вам сразу говорю, какую плачу, с первого дня, потому что вам ни стажировки, ничего не надо, с первого дня мы вам платим 70 евро, это только по Европе за сутки, за сутки, да, плюс 15 евро, если въедете в Англию, за каждый пропущенный день в Англии еще плюс 15 евро. Потом, если, потому что вы первого уровня водитель, да, у нас есть, знаете, как новые ребята приезжают, нужны делать стажировки, да, если вы согласитесь делать стажировку для новых водителей, тогда за каждую, ну, стажировку делаем, скажем, 10 дней, да, так если вы берете водителя, делаете ему стажировку, плюс еще 10 евро за каждый, за сутки получаете за нового, но за стажировки. Ну, это по желанию, да, то есть все это? Да, 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 если вы не хотите, вы не делаете, а просто не спрашиваете, инструктора спрашивает, ребята, или можете сделать стажировку, и вы говорите, а да или нет. Просто в Ельмане там не спрашивают, там тебе просто дают стажер, и он там может ездить месяц-два, там, не знаю. Ой, нет, нет, у нас, так, у нас, смотрите, максимум, самое большое 10 дней. Если стажер в течение 10 дней не показывает ничего, ну, вам, ну, не показывает, что он, знаете, как уже может ехать самостоятельно, вы сразу тогда звоните менеджеру, говорите, он не готов, он не может самостоятельно ехать, это означает, что он едет домой. Так, еще вопрос, ну, то есть сейчас мои действия, это мне нужно вам отослать все вот эти вот документы, ну, просто сфотографировать, да, фото, ну, то есть на фото. Да, 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 сделайте фото, и мне на Viber, да, паспорт водительский право с двух сторон, водительская карточка с двух сторон пришлите, и тогда, ну, и пришлите там эту красную бумагу, да, я уже знаю, что вы водитель с опытом, конечно, и тогда вы, когда мне эти документы высылаете, вы сразу можете звонить в Литовское посольство, или там через интернет по электронную, да, себе забранируете себе место для получения визы, и как вам только вы получаете ответ из Литовского посольства, что вы, да, у вас уже дата назначена пойти и получить визу, отнести документы, вы мне говорите, я сразу вам высылаю все документы. А еще вопросик, а вот Литовская виза на сколько делается во время, ну... На один год, на один год. А, на один год, ну, это хорошо. Да, 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 на год. Так, вроде все понятно, там, а действия... Это вам будут на Viber, да, сюда скидывать, на этот Viber? Да, 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 меня на Viber можете скидывать, просто если сегодня, как только получу ваши документы, я тогда вам напишу, спасибо, документы получила, можете уже подаваться, ну, позвонит посольство, да, если сегодня вечером вышлите, я завтра приду на работу, я вам тогда напишу, что спасибо, документы получила. Ага, а вот, знаете, у меня еще польский АДР, ну, то есть карточка польская, она подойдет? Нам АДР не нужно. А, АДР не надо, да? Нет. Просто там стояло, в этой, в анкетке написано, АДР там есть или нет? Если, да, ну, анкета, да, понимаете, как, если есть, можете АДР прислать мне, да, но просто у нас по АДР, ну, немного есть клиентов, которые мы, знаете, по АДР, и у нас очень много водителей, которые по АДР ездят. Так что нам пока, ну, он нету, так, знаете, чтобы, надо обязательно иметь его. А еще вопрос, а по каким вот странам, ну, в основном вы ездите? Литва, Польша, Германия, Бельгия, Голландия, Франция, Испания, Англия, ну, вся эта сторона Европы. Я понял. А, и обмен палет там есть у вас, нет? Нету палет. И, по-моему, перецепов у вас мало, да, и нету вообще? Да, 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 у нас нету, да, и у нас только дневная езда, у нас ночной езды нет. Это хорошо. Да, ночью наши водители спят. Хорошо, когда вот еще с одним прицепом ездишь, потому что, я говорю, в Хигельмане там прицепов через день. Нет, у нас такого нету, поэтому у нас водители, ну, им любят у нас работать, знаете, говорю, условия хорошие для водителя их у нас. А какая, ну, каденция, как срок? А, так вот, у нас каденция есть 10-12 недель работаем, 4 или 5 недель отдыхаем. Самое меньшее есть, каденция 8 и 3. Ну, так, получается 10, 3 месяца, короче, и месяц отдыха, я так понял, да? Да. Ага, все, я понял. А зарплата на карточку, да, идет? Да, вы там открываете ПСРу банковский счет, я высылаю всю информацию, как этот банковский счет открывается, там ПСР он, вы заказываете карточку на Хоптранс, и вы, когда уже приезжаете Литвуэ, эта карточка уже бывает у нас на Хоптрансе, и мы вам передаем в руки эту карточку, на эту карточку присылаем деньги вам, зарплату платим каждый месяц. А, карточка банковская, получается, ну, банк литовский, да? Да-да-да, там ПСР, через интернет он закрывается, вы на своем телефоне. Да-да-да, я там вышлю вам всю информацию, как банковский счет открыть, вы все, все, полную информацию получите. Ага, хорошо, ладно, сейчас тогда я вам раскину данные, там все вот эти вот. Да, хорошо, тогда смотрите, Александр, да, скиньте мне все данные, и тогда мы уже работу заканчиваем через 20 минут. Вот, да, если я сегодня, ну, если сейчас скиньте, тогда я напишу, супер, все получила. Если не увижу сегодня, тогда завтра утром, когда приду, позвоню, 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 я скажу, доброе утро. Хорошо, ясно. Хорошо, хорошо, Александр, спасибо вам большое, до встречи тогда. Я понял, до встречи. Давай, до встречи, пока. До свидания.